Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. А сейчас время региональных новостей. В эфире телерадиокомпания «Анапа-регион» и я, Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. А у нас в квартире газа нет. Администрация взяла под контроль ситуацию с новостройкой по улице Шевченко. Казаки на государственной службе. На Совет по делам казачества при президенте России будет вынесен вопрос о принятии соответствующего федерального закона. Четверть века на посту. В преддверии юбилея таможенная служба России выяснит, чья команда самая спортивная. Бесперебойное теплоснабжение социальных объектов и жилых домов должно стать ежедневной заботой заместителей, курирующих вопросы жилищно-коммунальной и социальной сфер. Требование главы Анапы прозвучало по завершению селекторного совещания при губернаторе края. Вениамин Кондратьев взял за основу жалобы жителей, которые поступают в администрацию края. На обратную связь с главой региона вышли главы территории, где начало отопительного сезона сопровождается шквалом обращений. Анапы в этом списке нет. Тепло начали подавать еще в пятницу. В Анапе оно пришло в почти 300 многоквартирных домов с централизованным отоплением. На особом счету должны быть социальные объекты. Под личный контроль и ежедневно я докладываю. Я понимать буду с сегодняшнего дня, после окончания селектора, только аварийные ситуации. Здесь я буду входить в ваше положение и буду вам помогать. Там, где мы не подготовили заранее, там, где мы не решали вопросы, а сегодня вы за голову схватились, здесь я вас поддерживать не буду. Готовьтесь, персонально будет ответственность. По сообщению Теплоэнерго, аварийные ситуации в двух многоквартирных домах по Астраханской 84 и Ленина 68Б. Порывы произошли во внутренних инженерных сетях. Ремонтные работы ведут управляющие компании. В центре внимания городских властей также СУКО, улица Желанная. Сегодня утром тепло подали в три многоквартирных дома этого жилого района. Мы напоминаем, что в Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации открыты горячие линии, куда можно обратиться в случае отсутствия теплоснабжения в многоквартирных домах и их неподключения к системам теплоснабжения. Действует телефон в Анапе 55610. Ответственный заместитель начальника управления ЖКХ Армен Камоевич Григоря. Городские власти взяли под контроль вопрос подключения газа в доме на Шевченко 288Б. Жильцы новостройки, которые приобрели квартиры в доме с индивидуальным отоплением, со своей проблемой пришли на прием к главе города Сергею Сергееву. Застройщик не выполнил одно из условий договора – в доме нет газа. Глава Анапы поручил своим заместителям на месте дать людям ответ, когда проблема будет решена. На встрече с застройщиком и жителями побывала наша съемочная группа. Сейчас будет холоднее, холоднее. Мы будем все включать колориферы и так далее. А также с электропроводкой что случится? Такая нагрузка страшная. Что будет? Помимо прочего, отапливать электричеством накладно. А жителям многоэтажной новостройки нужен газ. В этом доме нет центрального отопления. В каждой квартире – газовый котел, который должен обеспечивать жильцов теплом и горячей водой. Ситуацию взяли на контроль в городской администрации. В офисе застройщика первый заместитель главы города Анжелика Бузунова и заместитель мэра Владимир Забураев. Гендиректор компании, которая построила дом, говорит, что требования газовиков были выполнены. Мы выполнили все технические условия с нашей стороны. Все, что надо было. Построили МГРП, приняли участие в расширении подачи газа высокого давления. Все это мы сделали. Есть акты у нас с горгазом. Как рассказал Амаяк Симонян, он все лето обращался к газовикам и в другие инстанции, включая аппарат полномочного представителя президента в Южном федеральном округе. Он пояснил, что газовики просят согласовать необходимые объемы газа с транспортниками, в ведении которых находятся магистральные газопроводы. Кроме того, они хотят, чтобы застройщик обратился в краевой парламент, а также получил ходатайство в городской администрации. По словам Анжелики Бузуновой, препятствий для подключения дома к газу нет. В течение трех недель вопрос будет решен. Показывает практика то, что у нас все технические условия выполнены. Я не думаю, что будут какие-то серьезные задержки для того, чтобы подключить газоснабжение. Мы, как всегда, люди того поколения привыкли верить, но поначалу нас обманули, а сейчас как нам, поверить или не поверить, мы тоже не знаем. Но мы думаем, что, может быть, что-то издвинется и что-то будет на самом деле. Очень хочется в это верить. Мы верим первому заместителю, заместителю. Они поработали сегодня очень неплохо, но вот люди остались конкретно довольны результатами этой встречи. Я считаю, они подведут нас. В свою очередь, застройщик пообещал обсудить с жильцами вопрос компенсации непредвиденных расходов на отопление электричества. И к другим новостям. Атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Краснодарского края Николай Далуда, предложил принять в России федеральный закон о казачестве, который определит порядок государственной службы, права и обязанности членов реестровых казачьих обществ. Цитирую, мы предлагаем рассмотреть возможность формирования муниципальной казачьей милиции, которая бы взяла под охрану наши улицы. Это позволило бы высвободить значительные силы МВД и сконцентрировать федеральную полицию на решении более важных задач по борьбе с преступностью, заявил Далуда. Вице-губернатор также предлагает рассмотреть возможность формирования казачьих воинских частей в структуре Минобороны России. Цитирую. «Казачьи полки должны быть действительно казачьими, это значит, что они могли бы иметь не только собственное название, но и комплектоваться за счет казачьей молодежи, иметь своих командиров и свою форму одежды», пояснил он. По мнению атамана, казачьи общества должны быть больше интегрированы в современную жизнь, а их роль не должна сводиться исключительно к охране общественного порядка, военно-патриотическому воспитанию, природоохранной деятельности. Цитирую. «Мы надеемся, что потенциал российского казачества государство будет использовать в большем объеме. Это люди, которые хотят служить Отечеству», добавил Далуда. Свои предложения атаман планирует представить на одном из ближайших заседаний Совета по делам казачества при президенте России, передает информагентство «Интерфакс». Безопасность дорожного движения сегодня обсуждали во Всероссийском детском центре «Смена». Здесь прошел международный детский слет инспекторов дорожного движения. Участие в нем приняли и действующие сотрудники ГИБДД в материале наших коллег. День начался с конференции на тему профилактика детских травм на дорогах, подвести итоги деятельности по пропаганде безопасности дорожного движения, обозначить основные направления работы, главные задачи конференции. Первое. Нам хочется влиять тех положительных методик, которые у вас есть в регионах, для того, чтобы распространить дальше. И второе. Посмотреть, чтобы помочь региону, что он на вопрос. Участники конференции рассказывают о работе по профилактике безопасности дорожного движения. Тема доклада представителям Московской области – особенности информационно-пропагандистской работы и ее влияние на безопасность участников дорожного движения. Основной подход к безопасному поведению на дороге не только юных участников движения, но мы в основном работаем с родителями. С родителями и с водителями. Также водители у нас являются родителями. Мы показываем тематические видеоролики. Мы рассказываем о правильной установке и выборе автокресла, потому что предупреждение таких вот травм именно среди юных участников – это, прежде всего, забота родителей, педагогов, общественности и, собственно говоря, госавтоинспекции. В Ярославской области существуют специальные отряды юных инспекторов дорожного движения. Всего их 46. Из них 9 отрядов юных инспекторов движения являются кадетскими классами. Это более серьезная структура. Конечно же, все эти более чем 800 девчонок и мальчишек помогают нашим сотрудникам госавтоинспекции в пропаганде безопасности дорожного движения, в привитии навыков правильного поведения на дороге своим сестрам, своим братьям, своим родственникам и, так скажем, младшим ребятам, над которыми они шерствуют. Поэтому я считаю, что это наши большие помощники. Дорога – символ жизни. Так называется Всероссийская детская эстафета безопасности. Ее проводят сотрудники госавтоинспекции совместно с органами образования. В ходе акции юные инспекторы дорожного движения и школьники призывают задуматься над тем, что мы можем сделать для того, чтобы дороги стали символом жизни и безопасности. Под эгидой такой эстафеты проходят встречи участников слета и сотрудников госавтоинспекции. Мальчишки и девчонки говорят, что можно сделать для безопасности на дорогах. Я считаю, чтобы дороги стали более безопасными. Нужно, чтобы обязательно в каждой школе, в каждом классе, всю начальную школу и везде обязательно были вот эти кружки по безопасности. Сотрудники госавтоинспекции задают символические вопросы юным инспекторам дорожного движения и желают смеевцам хорошо отдохнуть на берегу Черного моря. 25 октября таможенные органы Российской Федерации отпразднуют свой юбилей четверть века служебной деятельности. В рамках предпраздничных мероприятий в поселке Витязева стартовал Всероссийский чемпионат по волейболу среди таможенных служб. Со спортивными состязаниями наблюдала и наша съемочная группа. На соревнования в курортный поселок Витязева прибыли сильнейшие волейбольные команды таможенников. Они представили Южный, Северо-Западный и Центральный таможенный управления России. В соревнованиях также принимают участие представители Центрального аппарата Федеральной службы. Это только один из спортивных видов, который вошел в целый комплекс спортивных мероприятий, посвященных юбилею. В спартакиаду таможенных органов входит 7 видов, по которым таможенные органы принимают участие в таких соревнованиях. Это и рукопашный бой, и мини-футбол, и волейбол, который проводится на Анапской земле уже второй раз. Замечательное место. Есть что показать, во-первых, в неспортивное время. Объекты оборудованы очень качественно. Это очень дорогого стоит. В числе почетных гостей – заместитель председателя Всероссийского общества «Динамо-20» Валерий Меринов. Более 16 лет он курирует направление спортивной деятельности в таможенных органах. Как признается сам, в некоторых видах спорта таможенники по показателям превосходят другие силовые структуры. Нашим таможенникам нужно уметь защищать себя. Поэтому у нас один из наиболее популярных видов спорта, по которому мы тоже проводим соревнования, – это армейский рукопашный бой. Заметьте, армейский рукопашный бой. Не имитация, как в динамовском рукопашном бою, а настоящий рукопашный бой. Да, у нас лица прикрыты масками, проволоки. Но это делается из-за того, что после соревнований человек мог выполнять свои обязанности – не ходить с синяками. Но, в принципе, каждый вид спорта, что стрельба, вы сами понимаете, она необходима при задержании контрабандистов там лечить, что рукопашка, когда на наших таможнях кидаются не только какие-то бандиты, но и просто граждане возмущенные, что им не дали 10 комплектов им чего-то провести. Все считают, что они правы. По закону нельзя, но они говорят, а я хочу, почему не запрещают. Ведь таможня очень сложная, очень сложная, так сказать, институт государственная. Соревнования продлятся три дня. В четверг будут подведены итоги и названы победители спортивного чемпионата. Программа «Мир детей в пространстве взрослых», представленная студией «Дома культуры Станицы Анапская», заняла первое место на муниципальном этапе краевого конкурса, посвященного борьбе с пагубными привычками, а также помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Мини-спектакль о подростках и их переживаниях представляет из себя компиляцию из трех пьес российских авторов. Их герои – подростки, девушка из детского дома, которая страдает от безответной любви, мальчик, сбежавший из дома после ссоры с родителями. В конце зрителя подводят к тому, что нерешаемых проблем нет. Все в руках самих ребят, а впереди у них длинная и интересная жизнь. В городском этапе приняли участие 13 мини-спектаклей, длительностью не более получаса. Их поставили в учреждениях культуры Анапы и сельских поселений. Работу оценивали режиссеры, педагоги, а также представители администрации города-курорта. Специалисты говорят, что такие спектакли могут стать эффективным подспорьем в помощи тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Также Анапская центральная клубная сеть представит город-курорт в финальном заочном этапе краевого конкурса, победителя которого назовут в декабре. А я напоминаю, что генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова